Я вас приветствую на занятии по рендеру в RMSet Pullback. Очень-очень такой, один из важнейших, важнейших, я бы сказал, наверное, этапов в каком-то в целом пайплайне создания моделей, потому что от этого этапа в целом зависит ваш конечный результат, который вы предоставите в свое портфолио. Вот, и тут тоже хватает как бы своих нюансов, каких-то мелочей, которые мы с вами сегодня разберем. Да, меня зовут Станислав Шампанов, уже в районе пяти лет где-то в сфере 3D работаю. Начинал с фриланса, со своей командой делал свой проект, ну как бы и в данный момент разрабатываем его. На данный момент работаю в Dorker Games. Компания очень классная, да. Ну и много-много всего интересного делаю в целом. По маршруту нашего сегодняшнего вебинара. Для начала познакомимся с вами, ну, со мной вы уже познакомились. Мне хотелось бы узнать немного о вас. Далее, скажу пару слов вообще про Otus, кто мы такие, что мы делаем, зачем, что почему и так далее. Перейдем к нашей основной теме, то есть рендера. Все изучим, все разберем. Дальше расскажу немного про курс, который у нас стартует уже 28 числа. Ну и про программу, про обучение и так далее. Немного про карьерную информацию, касаемо рынка на данный момент, какой есть в сфере 3D вообще в целом. И порефлексируем с вами немного. По правилам вебинара. Активно участвуйте. Пожалуйста, очень вас прошу. Пишите, задавайте вопросы. Вообще все, 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 что вам интересно. Пишите, пишите, пишите. Если что-то непонятно, не бойтесь задавать вопросы. Потому что не бывает каких-то глупых или, возможно, тупых вопросов. Все задавайте, вообще все. Не стесняйтесь, пишите. Еще раз, может быть, что-то покажу, разберу и так далее. Вопросы я не сразу буду видеть, но буду стараться частенько заходить и отвечать. В ходе всего занятия. Ну, теперь касаемо знакомства. Напишите, пожалуйста, в чат. Как вас зовут, откуда вы. И, наверное, самое главное, напишите, есть ли у вас какой-то в целом опыт в 3D. Какой именно вообще. Где, что, может, работали, где-то с чем-то. Ну, то есть все, 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 что угодно. Просто, чтобы понимать, насколько вот вы вообще в этой сфере. И, может быть, кстати, да, напишите, с какой целью вы вообще пришли на занятия. Вот. Это тоже очень важно. Я буду понимать, на каком уровне, скажем так, рассказывать весь материал. Вот. Можете сходить за чаем, присесть удобно. И впитывать всю информацию. Весьма странно, что у меня, может быть, что-то не то с чатом. Мне вроде бы все хорошо. Можете сходить. Весьма интересно, но я вроде... О, так, что-то появляется. О, отлично. Так, имею опыт 2 года в моделировании. Пришла повышать скилл текстуринга. Угу. Отлично. Прекрасно. Так, кто-нибудь еще, может быть... Так, без опыта, но хочу уже работать в этой сфере. Угу. Хорошо. Ну, как раз-таки по поводу работы в этой сфере и в целом, вообще, начинание в этом направлении. Про это тоже я буду говорить. Про наш вообще курс в целом. Очень много интересного, в общем. Да. Это вы по верному адресу пришли. Так, Дарья из Сарова. Опытов 3D нет. Сейчас пытаюсь больше узнавать о разных видах дизайна, потому что интересно, потому что нужно определиться с направлением для дальнейшей работы. Возможно. Учусь на граф-дизайнера или дизайнера по отраслям. Ну, каким-то, да. Эти я не знаю, к сожалению. Классно. Классно. Отлично. Москва. Дизайнер детских игрушек. Небольшой опыт в районной СРС. Для общего развития пришел. Интересно. Угу. Ну, я смотрю, у нас тут в целом собрание графических дизайнеров. А, да. Москва. Графический дизайнер. Любилась в 3D. Питер. Опыт около года моделирования. Хочу работать в этой сфере. Прекрасно. Весьма прекрасно. Я уже понимаю, как нам, в каком лучшем виде нам дать сегодня информацию. Вам, точнее, дать. Это очень-очень хорошо. Отлично. Это, на самом деле, классно, что, ну, большинство, есть какое-то вообще понимание этого всего. Особенно, если вы графические дизайнеры, то для вас так тем более будет очень круто вообще все это увидеть, послушать, посмотреть и даже попробовать потом. Вот. Поэтому давайте пойдем дальше. Ну, кратенько про ОТУС. Ну, естественно, это школа онлайн-образования. Ничего сверхъестественного. В целом, миссия, как бы, всего ОТУСа – это образование для повышения качества жизни, как говорили наши основатели. В целом, ОТУС имеет, как бы, ну, основное – это он имеет образовательную лицензию. Поэтому эти курсы, все наши в целом, они являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Курсы разработаны с учетом требований к всем вакансиям и к специалистам, такие, что вы спокойно можете работать в IT на позициях и джуниор, миддл, сеньор и так далее. То есть в зависимости от, во-первых, вашего желания и, во-вторых, ну, с каким вообще бэкграундом в целом пришли. Вот. Около 450 преподавателей и наставников у нас по всей школе, все из разных точек в целом работают. Около 16 тысяч студентов, 900 плюс учебных групп, 5 лет уже школа на рынке, то есть уже 5 лет мы обучаем каких-то специалистов, которые успешно потом по итогу работают в компаниях. 130 образовательных программ, то есть по очень большому количеству направлений, ну, и около 90-95 партнеров. Партнеров очень много, очень-очень. Сразу из плюсов скажу, что наша школа помогает попасть в вот эти вот компании-партнеры. То есть там, начиная от каких-то огромных компаний, например, NVIDIA, до чего-то совершенно мелкого. То есть там очень-очень много всего, но спокойно можно находить работу в этих компаниях. Это один из плюсов. Кратенько это все. Давайте теперь конкретно к нашей теме занятия. Цели нашего вебинара. То есть в первую очередь нам надо будет настраивать сцену в Marmoset, нам надо импортировать текстуры и 3D-модели в Marmoset и, конечно же, делать качественный рендер. Все это вы сможете спокойно делать после этого занятия. Давайте мы теперь перейдем немножечко к теории. Она буквально красненькая, это просто для понимания всего. В первую очередь, что же такое рендер? Рендер – это, по сути, конечный ваш результат и процесс создания вот этого конкретно финального изображения на основе вашей 3D-модели и ваших текстур. Также в рендер еще входит добавление каких-то и 2D-вещей, то есть это может быть какой-то фон, который будет сзади вашего, например, объекта, который вы рендерите. Плюс это и коррекция, например, в фотошопе, то есть по цветам там немного гаммы, контрасты и все тому подобное. Хотя в целом это все можно делать в Marmoset. Но кому как удобнее. Кратенько про источники света. Источники света в целом очень-очень важная вещь, потому что без света качественного у вас не будет хорошей настоящей и сочной картинки. Источников света в целом много, но основные – это вот этих 5. Первое – Point Light. Как бы точечный свет. Его можно описать, если взять из жизни, какой-то пример. Это в принципе какая-нибудь свеча или лампочка. То есть вот эти два объекта – это просто точечный свет, который распространяется во все стороны от какой-то одной точки. Очень удобная местами вещь. Ну и очень много где используется. Далее – Spotlight. То есть, скажем так, прожектор. Какой-то фонарь, прожектор. Нет, фонарь, наверное, не походит. Ну, прожектор, может быть, фонарик, что-то типа такого. Вот на скриншоте справа можете заметить. То есть, вот такой вот конусообразный источник света, который направляет свои лучи непосредственно в этом конусе. Тоже очень полезная штука, много где используется. Directional Light – это свет, направленный, как-то направленный цвет. Помимо, ну, точнее, в отличие от Point Light и Spot Light, у Directional Light не имеет никакого значения его местоположение. То есть, если мы будем перемещать куда-то наш точечный свет или вот этот прожектор, то, естественно, у нас как-то будет меняться свет. Если мы Directional Light будем перемещать куда-то, никакого изменения в вашей картинке не будет. То есть, это можно представить, что как бы свет от Солнца. То есть, это очень-очень много лучей, которые просто вот падают под определенным углом. Единственная характеристика у Directional Light – это его вращение. Ну, не касаемо его интенсивности, конечно. Вот, то есть, мы его можем только вращать, за счет этого менять наш свет. Далее, Skylight – это такой, наверное, самый один из важнейших ваших светов, если так можно сказать. Это, скажем так, такая сфера, которая полностью создает источники света, основываясь на текстуре HDR и карте. У этой текстуры есть какие-то, ну, на самой текстуре, например, там Солнце где-то нарисовано, если там какой-нибудь, я не знаю, пустыня. Вот. И свет будет падать конкретно вот с этих вот осветленных участков текстура. Вот. Их это, ну, такой источник света еще называют Skybox'ом, но это уже более к игровым движкам. И Area Light, то есть источник света по площади. Тут можно тоже на скриншете заметить вот этот вот прямоугольник. Это, по сути, вот такая, ну, квадратная область, которая полностью испускает лучи по вот этому вот площади. Вот ровненько по, как бы, по перпендикуляру. Небольшие примеры касаемо того, как вообще свет может влиять на вашу модель. Свет, ой, точнее, рендер в целом может полностью вот прям кардинально изменить то, что вы хотите передать вашей модели. Например, вот таким способом, если вот посмотреть на вот эти две картинки, можно заметить, что здесь объект выглядит намного-намного объемнее за счет всех вот этих теней и того, что источник света находится где-то вот с правой стороны. А здесь, наоборот, освещена лицевая сторона. То есть мы полностью видим, как бы, все основные черты нашего объекта, но объект выглядит немного плоским за счет этого. Тут, как бы, тоже вот надо правильно выбирать. Ну, и вот тут, по примерам, можно многое, как бы, еще тоже сказать. То есть какое-то расположение. Например, если мы подаем свет сверху, как у нас, например, солнце светит, и, как обычно, все предметы освещаются, все выглядит, как обычно. Если мы поставим источник света снизу, это уже будет как-то устрашающе. Фон влияет тоже на наш объект. То есть вот, как бы, разница тоже, опять, очевидна. Представление объекта совершенно другое. Какая-то цветовая палитра, температура света. То есть это все-все-все влияет. Давайте теперь перейдем в Armaset. Если у вас сейчас какие-нибудь вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Вы можете на протяжении всего занятий задавать вопросы. Я буду просто иногда открывать чат и отвечать. Чтобы не было каких-то недопониманий, скажем так. Ну, вопросов пока не вижу, поэтому, я думаю, будем начинать. Сегодня мы с вами будем делать рендер вот такого вот порка. Уже изначально я сюда добавил и модель, и текстуры. Просто этот процесс немного долговат, поэтому я это все изначально уже сделал, просто чтобы мы не теряли время. Сейчас я просто покажу, как это все делается, чтобы я так вот полчаса не сидел, не мучился с текстурой. Собственно, если мы... Хотя давайте, наверное, сначала поговорим про интерфейс в целом программы. То есть здесь у нас, как всегда, какие-то списки с инструментами, со всем-всем-всем, что необходимо, как и в любых программах. Есть несколько воркспейсов, которые отличаются. Ну, тут они подписаны по своим, как бы, назначениям. То есть анимейт, естественно, для анимации. Тут и шкалы для анимации, и с помощью кривых. То есть все-все-все есть. Обычная классическая, то есть с какими-то дефолтными параметрами. Тут для рендера еще какой-то сетап, который можно самим настраивать. Ну, тут с разных ракурсов. Тоже очень удобно иногда бывает. Для текстурирования. Ну, тут я, кстати, вот как-то не занимался текстурированием. Но говорят, что вроде как что-то прикольное. Но текстурировать лучше я бы сказал в Substance Painter. Ну, и дефолт, то есть обычное ваше расположение, которое можно тоже создавать. Как вам удобнее. Далее. Здесь идет обычная иерархия. Ну, как и тоже в любых других софтах. Полностью идет сначала ваша сцена, что она в себя включает. Первое. Здесь параметр рендера. То есть это элемент, который полностью отвечает за настройки вашего рендера. За какие-то характеристики. За то, в каком вы разрешении выводите. В каком формате и так далее. Я сразу же говорю, вот здесь вот снизу, под окошком иерархии, все характеристики, настройки, компоненты, объекты, объектов, которые у вас выбраны. То есть вот я выбираю рендер. Здесь у меня все для рендера. Выбираю мейн камера. Здесь у меня все касаемо мейн камеры. Мейн камера, собственно, это ваша камера, которая рендерит ваше изображение. То есть то, что вы сейчас видите в вьюпорте. То есть, да, это вьюпорт, как несложно догадаться. Здесь можно выбирать вашу камеру. Вот она у нас и есть, как мейн камера. Сразу здесь видно, с какой камеры вы сейчас смотрите на объект. Здесь сразу же можно выбирать draft quality, full quality. То есть чтобы, если я, например, сейчас нажму пару настроечек, можно заметить, что изображение начинает зерниться и может немножко глючить. Ну, в зависимости от того, какая у вас машина. Поэтому для этого ставится draft quality, чтобы работать в нем, чтобы не ждать по полчаса, пока он отлагает и так далее. Дальше. Sky. Это тот самый skylight или skybox, о котором я говорил. Это самый основной ваш источник света, который надо настраивать в первую очередь. В самую-самую первую очередь вы настраиваете skylight. Запомните. Ну, и далее идут уже объекты, которые мы, собственно, ручно добавляем. Как, собственно, добавить объект? Очень легко. Заходится файл, нажимается import model и выбирается ваша модель. То есть, я не знаю, захочу там еще робота добавить. Взял, добавил робота. Вот мой робот. Касаемо текстур и материалов. Здесь вот справа у нас есть две вкладки. Materials и характери... Неправильно, наверное, карты ваших материалов. Давайте это так назвать. То есть, текстуры. Вот, например, у нас есть... Вроде бы нет, вот этот у нас материал ответственный за нашего робота. И вот здесь вот есть вкладочки для наших текстур. Давайте попробуем что-нибудь добавить, чтобы был виден результат. Например, albedo map. То есть, это base color, по-другому называемый. Ничего сложного. Вот у меня есть текстура base color для нашего робота. Я выбрал ее в albedo. Вот здесь вот нажал на этот квадратик. Выбираю здесь. И это не та текстура, естественно. Ну, ладно, не суть. Вы можете заметить, что как бы, ну, текстуру я сюда закинул, она повлияла на цвет нашего робота. Если у вас есть какая-то текстура, всегда выбирайте цвет белый. Потому что если вы начинаете выбирать какой-то другой цвет по какой-то палитре, у нас начинает смешиваться наша карта цвета вместе с вот этим выбранным цветом. То есть, они просто смешиваются. Также можно выбирать и другие карты. То есть, это карта нормали. Вот здесь вот есть скрытые карты, которые они по дефолту не идут, но они очень важны. Про них давайте я, наверное, сразу тоже скажу. Всем известный, ну, как бы base color, normal map, roughness map, металичности. Это вот самое основное. Этих четыре. Плюс еще есть карта высот. Сюда она очень важна в большинстве своем. Ambient Occlusion. Вот здесь он называется просто Occlusion, но не суть. Его тоже стоит добавлять. И эмиссия. Эмиссия тоже, я думаю, очень важна, потому что иногда свечение – это прям необходимый фактор, который нам нужен. Вот сюда можно добавлять карту эмиссии. А также прозрачность. Тоже есть вот здесь вот. Это у нас transparency. И можно выбирать два вида. Либо cutout, либо dizzr. То есть два типа прозрачности. Вот. Что касаемо вот этих текстур, это, наверное, все. То есть, ну, тут есть небольшие настройки, но они, как бы, всегда стоят чаще всего по дефолту. Так. Вот у нас на этом орке очень-очень много материалов. Я уже их все назначил. То есть вот у них здесь все назначено. И normal map, карта цвета, roughness, metallic и так далее. Все, это у нас уже готово. То есть мы закинули модель, закинули текстуры на все материалы, которые нам нужны. И начинаем работать. Так. Вопросиков пока у нас не прибавилось. Окей. И тогда идем дальше. Так. Как я уже говорил, первым делом мы с вами настраиваем skylight. Чаще всего я просто полностью вывожу в ноль backdrop brightness. То есть, ну, как бы яркость вот этого нашего заднего фона, нашего объекта. А, да, кстати, забыл сказать по поводу управления в viewport. То есть вы зажимаете alt, левую кнопку мыши, вы вращаете. Alt, колесико мыши, перемещаете в плоскости, в которой находится камера. И alt, правая кнопка мыши, приближать, отдалять. Ну, можно колесиком. Кому как проще. Также можно зажать shift и правую кнопку мыши. Вы можете заметить, что вот я сейчас вожу, и свет меняется. Что это значит? Вот здесь вот, можете заметить, rotation есть у skylight. И сейчас я просто вращаю наш этот шар, который находится вокруг нас. Просто его вращаю. Это говорит о том, что у нашего вот этого skylight есть какие-то источники света, при вращении которых, естественно, меняется направление света. Здесь 0, это какие-то страшные цифры. Дальше, что нам необходимо? Вот здесь вот по дефолту идет какая-то карта, hdry. Здесь какой-то паркинг с какими-то источниками света. Можно выбирать какие-то другие hdry. Вы можете их сами добавлять. Сейчас я, наверное, вряд ли найду что-то. hdry. Наверное, вряд ли. Да, ничего не найду. Ну ладно, не суть. Можно добавлять свои какие-то hdry. Можно находить вот здесь вот в самих пресетах. hdry. Ромасет. Ну их сначала наскачивать, потом просто выбирать и добавлять. То есть, ну, например, не знаю, захочу в пустыне. Вы можете заметить, что очень сильно меняется... Так, не то. Очень сильно меняется сама модель. Даже, наверное, это будет плохой пример. Ну, даже вот так. То есть, полностью совершенно другое отображение вашего объекта. В зависимости от hdry. Можем посмотреть, какие-то, может быть, нам так подойдут на первый взгляд. Более-менее. Я думаю, что в целом... Нам что-нибудь такое и подойдет. Хотя... Давайте, наверное, вернем на дефолт. Будем с ней работать. Тоже это уже один такой из стартовых факторов, которые стоит учесть. Это выбор hdry. С этим можно тоже очень долго сидеть, смотреть, какая лучше подойдет и так далее. Я возьму вот эту, потому что на ней побольше источников света. Можно сделать что-то более прикольное. Никогда, вообще никогда, не используется только один источник света. С одним источником света вы никогда не добьетесь какого-то классного результата. Хоть здесь все основано на трассировке лучей, но это всегда... Не всегда, точнее, дает какой-то реально классный результат. Всегда необходимы дополнительные источники света, про которые я сейчас тоже расскажу. Есть одна из таких основных теорий. Это построение вашего рендера через три источника света. Как это работает? Сейчас покажу. Самый основной источник света, кстати, чтобы создать источник света, то есть обычный Spotlight, вот здесь вот можно нажать на кнопочку лампочки New Light. Мы создаем, и у нас появился источник света. Вот здесь вот, давайте я немножко его яркость увеличу, просто чтобы вы понимали, что вот наш источник света, вот он светит прям в лицевую его часть. То есть эта часть у него не освещается, освещается. Создали источник света. У нас, получается, должно быть три источника света. Если мы посмотрим сверху, первый источник исходит из места, с которого мы будем рендерить. Второй источник света должен быть примерно вот таким углом. Это такой дополнительный источник света, просто как украшающий, скажем так. И третий источник света, примерно как-то вот под таким углом. Это у нас контровой свет, то есть свет, который нам добавляет такую легкую белую обводку по краям объекта. Так, все, у нас есть три источника света. Обычно все любят работать с такими тремя источниками, то есть их можно уже далее настраивать, то есть им какую-то яркость выставлять. Давайте мы это немножко сделаем. Сразу вот скажу, забыл, что я сделать. В первую очередь, перед тем, как вы начинаете выставлять источники света и так далее, создайте еще одну камеру. Вот я ее сейчас нажимаю сюда, создать нюю камеру. Вот у нас появилась камера 1, и сейчас у нас рендер идет конкретно с нашей камерой. Можем сразу уже... Что-то такое вылезло. Ну ладно. Выставляем камеру так, как нам нужно. То есть выставляем кадр, который мы хотим зарендерить. Выставили. Все, перешли на другую камеру. И можем теперь спокойно крутить, смотреть то, что нам надо. Потом, когда мы что-то настроили, перешли на камеру 1, посмотрели, как это выглядит на нашей основной камере, продолжили дальше. Можно цвет менять вашего источника. Тоже иногда дает какую-то изюмину. То есть какое-то освещение красное, например, с какими-то более оранжевыми оттенками. То есть все, что угодно. Вот. Даже классная штука. Так. Вот. То есть благодаря вот таким вещам можно что-то... Благодаря источникам света вы можете выставлять свет вот так. Это один из вариантов. Следующий вариант. Когда вы выбираете ваш Skylight, вот здесь вот есть его превью, скажем так. Если вы зажмете кнопку мыши, вы можете заметить, что добавляется источник света. В месте, которое вот есть у вас на текстуре. Очень-очень тоже классная штука. Она у вас, основываясь на этой текстуре, добавляет какой-то источник света. Вот. Я хочу сейчас добавить пару источников, чтобы сделать более реалистично наше это все. Наверное, давайте еще один куда-нибудь сюда. Пусть будет их три. Так. Можно по цветам. Я бы делал тоже в какой-нибудь, ну, такой оранжевый, красно-оранжевый гаммин. Вот я все делал. Так. Теплее. Здесь вообще было бы интересно. Так. Так. В целом есть. Вот. Это у нас без источников света, это с источниками света. Что у нас дальше? Можно, естественно, сделать поярче наши источники света, которые мы только что выставили. Можно общую картинку чуть-чуть по свету поднять. То есть вот эти параметры тоже надо бы равновать. Мы сделаем чуть-чуть, наверное, светлее. Это все, конечно, будет еще регулироваться. Так. Так. Может быть, у вас вопросики там появились. Это я, наверное, слишком гоню. Пишите вопросы. Может быть, у вас что-то вызывает сомнения. Может быть, что-то интересно узнать. Пока что. Так, понял. Хорошо. Вопросов пока нету. Окей. Идем дальше. По свету, ну, это такое дело, что с ним можно сидеть часами, как-то выставляя, смотреть разные ракурсы. То есть кому как угодно. Ну, и добиваться, естественно, какой-то классной картинки. Сейчас выставим что-нибудь. В целом, давайте так оставим по свету. Все. Свет мы пока что больше не трогаем. Идем. Так. Ага. Угу. Все правильно. Да, все правильно. Эти источники света можно только удалить. Теперь переходим в настройки рендера. Самое важное, что мы включаем в первую очередь, это raytracing. То есть рендер, ну, трассировка лучей. Здесь можно немного больше ставить количество сэмплов, чтобы больше была, например, проработка. Но это, опять же, будет очень сильно нагружать ваш компуктер. Поэтому лучше ставить не сильно большое количество. Сразу же Ambient Occlusion можно поставить. Наверное, сильно разницы не видно. Очень странно, почему. Как подождите. Все, включу. Редпрессинг. А, ну да. Так более заметно. Ambient Occlusion тоже стоит включать. Это, ну, как бы, он помимо того Ambient Occlusion, который у вас есть, еще добавляет немного своего, скажем так. Можно оставлять просто Diffuse, и этого будет, по-моему, достаточно. Ну да, не сильно разница есть. Ну ладно. Также включаем Local Reflection. Это наше отражение от блестящих поверхностей. То есть от металла они будут на себе, как бы, отражать все окружение. Это даже тоже дает намного реалистичнее. Так, Local Diffuse нам нужен. Эту нам тоже не надо. Ну, здесь, по сути, все. Дальше идут наши настройки исходных изображений. То есть здесь есть имидж и видео. Можно рендерить и обычные фото в картиночке. Можно рендерить видосы. Здесь указываем путь, разрешение, формат, количество сэмплов для рендера. Опять же, еще раз скажу, чем больше вы поставите здесь сэмплов, тем дольше у вас будет рендер. Ну, естественно, тем лучше у вас будет картинка. Давайте здесь я поставлю углу разрешения. Так. Вот, кстати, настройка Transparency. Очень важна. Тоже запомните. Если вам надо зарендерить модель уже с обрезанными краями, то есть чтобы потом не вырезать вот этот черный фон, еще может быть где-нибудь там в фотошопе криво вырежется, что-нибудь обрежется, поэтому сразу нажимаете здесь Transparency и рендерится только сама модель. Очень полезно, очень удобно, очень классно. Деноизер обычный, то есть чтобы не было меньше шумов, чтобы не было резко, смягченно. И те же самые настройки для видео. Здесь только Compression Quality еще стоит, чтобы, ну, как бы можно немножко зарендерить так себе качество, опять же, для того, чтобы увидеть результат. Вот. Так. Что у нас здесь еще? Здесь, кстати, вот надо выбрать камеру, с которой мы будем рендерить. Если у нас есть какая-то еще другая. Вы можете сразу, кстати, выставить несколько камер с различных ракурсов, нажать один раз рендер, и вас зарендерится с нескольких ракурсов. Это уже очень полезно. Ну, Watermark, я не знаю, мне кажется, вряд ли кто-то использует Watermark, Marmoset. Ну, на всякий случай, мало ли вам пригодится. Так. Касаемо этого пункта все. Дальше. У нас идет постпроцесс. Постпроцесс у нас полностью находится в настройках камеры, с которой мы рендерили. Вот мы сейчас смотрим с камеры 1, поэтому давайте настраивать с нее. Первое, что мы настраиваем, это нашу линзу. Как и в фотоаппаратах, наверное, здесь есть настройки линзы. То есть можно выставить Field of View, миллиметры нашей линзы. Ну, они автоматически настраиваются в зависимости от Field of View. Ну, то есть, ну, как это называется, модно, рыбий глаз, да, вроде бы, эта штука. Да. Можно делать что-то такое, что-то интересное. Ну, это как бы, если у вас какие-то интересные задумки. Можно, естественно, рендерить и в ортографии. Ну, точнее, в изометрии, я бы сказал. То есть с Field of View 1 градус. Вот. Ну, по дефолту, как бы, всегда все ставят 45. Это самое-самое обычное, естественное. То, как мы видим в целом этот вид. Так. Есть. Дальше. Save Frame. Полезная штука. Очень полезная. Она сразу вам делает вот такие края. Эти края, они создаются по разрешению, которое вы вот здесь вот создаёте. Ну, то есть 1920 на 1080. Я могу поменять. Так. Ну, например, поставлю 1080 на 1080. Она нам делает квадратные края. То есть, ну, тут как вам угодно. Давайте, ну, наверное, пока что поставим 1080 на 1080. Чтобы было видно всё чётко. Так. То есть Save Frame используем. Ну, и как бы видим наши края. Есть фокус. То есть можно настраивать какой-то, ну, фокусировку. Тоже очень такая полезная штука. Если я, например, захочу зарендериться на каком-то одном объекте, который у меня ближе, чем остальные, чтобы это выглядело прям так вау, реалистично, то можно делать вот так вот. Настраивать фокус. То есть что-то у нас на первом плане. То, что сзади уже не в фокусе. Тоже очень прикольная штука. Делать реально можно красивые вещи. Очень красивые. Так. Дальше, дальше, дальше. Ну, флеер. Я как бы особо не люблю. Ну, он добавляет вот этого вот такого типа сияния. Но, не знаю, может быть, для чего-то тоже пригодится. Дальше. Дисторшн. То есть, когда у нас хроматическая как-то аберрация, правильно называется. Вот такая вот. Тоже что-то такое симпатичненькое. Если вам пригодится куда-нибудь. Это что касается линзы. Дальше идут настройки пост-эффекта. По цветам. У нас есть экспозиция. Вот, кстати, я бы, наверное, сейчас у Skylight'а сделал чуть-чуть темнее цвет. И добавил яркости через экспозицию и контраст. Контраст нам нужен такой не очень сильный. Не очень жесткий. Так, кстати, я бы свет чуть-чуть еще повернул. Да, вот так вот будет симпатичнее. Так, по контрасту. Давай, чуть-чуть контрастнее. Можно чуть-чуть экспозицию. Опять же, с этими всеми настройками можно очень-очень долго сидеть. Вот так крутить по миллиметрам. Может, что-то и получится классно. Контраст с центром. Чуть-чуть. Поменьше, наверное. Вот так. Ну, и Saturation. Это ваша. Saturation. Насыщен. Можно даже, наверное, чуть-чуть. Давайте так. Sharp'ом добавляет такую вот зернистость, четкость что-ли. Можно ее, конечно, добавлять немного, но это, как бы, опять же, тоже на любителя. Смотря в каком стиле вам надо получить изображение. Я обычно его вообще не пользуюсь. Blue. Очень-очень важная штука. Если у вас есть эмиссия, то есть, например, давайте у нас глаза вот есть. Предположим, у нас есть какая-то карта. Сейчас прогрузится. Предположим, у нас есть какая-то карта эмиссии. Ну, и там у нее, грубо говоря, красного цвета. Выставляем здесь побольше. Сейчас эмиссию. А, ну да. Вот. Сейчас у него красный угол застой. Вот наша эмиссия. И если я сейчас немножко добавлю Gloom. Даже немножко. Ну, в общем, как-то так. Еще больше эмиссии добавим. Вы можете заметить, что с помощью Gloom у нас добавляется вот такое разметие и сияние нашего вот этого элемента, который у нас с эмиссией. То есть, конкретно благодаря Gloom мы можем добавлять вот это свечение. Естественно, с ним нельзя перебарщивать, потому что начинают блестеть все объекты. Его можно так вот совершенно чуть-чуть добавлять. Наверное, это слишком. Ну, опять же, с настройками можно сидеть очень-очень-очень долго. В зависимости от того, какой вам нужен результат. Давайте, наверное, даже красные глаза ему особо не подходят, поэтому я, наверное, все-таки уберу имяще. А, Gloom мы чуть-чуть добавим. Биньетка обычная. Ничего сверхъестественного. Я бы, кстати, чуть-чуть нам добавил такого серого фона. Так. Биньетки. Сейчас мы здесь вместо... Ну, то есть, у нас сейчас задняя эта плашка берется от нашего... Блин, ты что, свет поменял? Не, не поменял. Возьмем просто какой-то основной цвет, задний фон. Возьмем что-нибудь... Такое, чуть-чуть сероватое. Нашу метку чуть-чуть совершенно добавляем. Вообще прям... Еле-еле. Так. Ну и грейн, это такая тоже зернистость, я бы сказал, но немного другая. Я бы ее тоже, опять же, в ноль выводил полу, чтобы изображение было гладким. Так. Так, 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 так. Это мы сделали, это сделали. Все. Это есть. Дальше. Дальше. Что нам еще необходимо? Кстати, что там по вопросам? О-о-о, наконец-то. Как увидеть дополнительные источники света в пространстве Marmoset? Вот, прекрасный вопрос. Отлично. Просто хорошо, что вы написали, потому что я про это забыл. Давайте перейдем на другую камеру. Наши источники света. Так. Вот я выбрал сейчас источник света, который мы создавали благодаря дочерним объектам нашего Skybox. Вот здесь вот в типе, ну то есть где мы изменяли яркость нашего источника, здесь есть разные источники света. Directional, я говорил, Spot, говорил, Omni, Light, это наш точечный цвет. Когда мы выбираем Spot Light, мы можем сделать еще как Area Light. Сейчас я покажу. Так. Так. Ой, слишком большое. Вот. Можно создавать еще Area Light, про который я говорил. С помощью, вот здесь вот, если выбрать вкладку Area Shape, здесь можно использовать диктановый. И он будет светить конкретно таким типом. Ну, опять же, Omni Light, точечный свет, вот он. И, ну, Directional, Directional. Это что касаемо вот этого. Ой, кстати, я пока этот источник света оставлю. Вы не обращайте внимания, что все так ужасно, но это просто пока что так надо. Так. Дальше. По упрочкам. Лампочки видны сразу. Адоп-свет. Ну, да, да, вот про этот вопрос, да. Я ответил, что разные типы Light можно выбрать вот здесь. И настраивать, естественно, тоже. Как шейдят модели для игр? В Armasete или непосредственно в движках? Определенно в движках. Как бы у всех игровых движков у них есть свои шейдеры. У каждого шейдера свои типы обработки графики. То есть где-то там есть тени, например, есть карта нормалей. Ну, эти шейдеры в себя включают такую обработку. Где-то этого, например, нету. Где-то просто Base Color. Здесь в Armasete один тип шейдера, который вы просто настраиваете при помощи подключения тех или иных текстур. Этот шейдер основан на PBR рендере. То есть приближенный, физически корректный, так его называют, шейдер. И, собственно, здесь вы просто делаете себе рендер для модельки. И все. Рендер в играх – это уже конкретно рендер в движках. Вот. Это никак не взаимосвязано, скажем так. Вот. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Если вдруг еще возник, пишите, конечно, пишите. Так. Идем дальше. У нас времени, кстати, не очень много. Пру-пру-пру-пру-пру-пру-пру-пру. Так. Зачем я оставил вот этот источник света такой? Сейчас я покажу. Можно делать классные штуки в рендере. При помощи, как он на русском-то, FOG. Туман. О. Эти англицизмы. Здесь можно создавать FOG. Вот я его сейчас создал. Кажется, какое-то странное пока что появилось. Но давайте я перейду на камеру 1. Так. И наш вот этот источник. Блин, где он? Вот это. Да. Так. О. Вы можете заметить, что если у нас... Ну, я сейчас выключу FOG. У нас источник света, ну, никак не виден. Если я добавляю FOG, естественно, добавляется какой-то вот такой туман. С каким-то своим таким, ну, плотностью. Тут опять же с настройками различными. И мы можем делать какие-то классные штуки, чтобы видеть, например, источники света. Благодаря этому FOG. То есть все-все-все. Много прикольных штучек. Все это просто настраиваемое. Крутите, крутите, крутите. Добывайтесь какого-то результата. Так. Давайте мы сейчас откатимся к тому, что у нас было изначально. Так. Вот это все. Ну, да. Есть. Идем дальше. Очень классная штука. Это Turnable. Да. Сейчас я покажу, что это такое. Чаще всего для рендера, ну, если вы хотите делать видосик с вашей моделью, очевидно, что, ну, видосик, когда у вас просто модель стоит, это неинтересно. И что это за видос в целом. Вам надо, как минимум, хотя бы какое-то вращение вашей модели вокруг оси. Как это делается? Здесь вместо того, ну, два пути, собственно. Первое. Это вы можете заанимировать вашу камеру, либо заанимировать объект, чтобы он просто вот так вот крутился. Опять же, не очень удобно. Тут как минимум два объекта и два анимировать, тоже так. Можно сделать камеру. Это, кстати, классная штука. Это, я думаю, если прям заморачиваться, это реально круто. Вот, например, у вас есть камера, и вы можете ее заанимировать так, чтобы она у вас, например, вот с этого положения, ну, то есть, такие пролеты, короче, сделать, вот с этого, например, положения. Я даже сейчас покажу, как это примерно будет выглядеть. Делаем ключ. Main camera, ее transform, all y. Кликаем, вроде бы, так, у нас есть пролет до сюда, на каком-нибудь вот этом фрейме. Ставим еще ключ, что мы получаем, ничего, потому что надо по оси Z делать. Ставим ключ. Ага, уже заработал. Вот, и можно делать вот такие пролеты, благодаря анимации. Создавать какие-то реально интересные видосики для демонстрации вашего объекта. Также можно, ну, как я говорил, закрутить объект. Но, это тоже так себе. Мне очень нравится вариант того, что можно взять просто ваш объект, создать вот такую штуку, send-add-object, turn-to-ball. И в этот объект занести объекты, которые надо, чтобы они крутились. Вот я сейчас в иерархии добавил. Теперь мы запускаем анимацию. И мы видим, как наш объект просто вращается вокруг оси. У него немного пивот не там, где надо, просто. Но, как бы, по сути, у вас просто идет обычное вращение. Если бы у нас пивот был ровненько по центру, он бы просто крутился по центру. Тоже очень полезная штука. Ой. Мне это не нравится, почему оно так много. Ладно, достанем это отсюда. Так. Так, так, так. По сути, что касается рендера, это все. Осталось нам только вывести теперь это изображение. И все. Там классный свет. Реально классный. Если вы хотите показать модель с нескольких ракурсов в одном скриншоте, очень много кто так делает. Это очень красиво выглядит. Давайте поставим, например, 2500. Вот у вас есть какое-то широкое изображение. И вы просто берете ваш объект, дублируете. И поворачиваете его к какой-нибудь другой стороне. Например, боком. Ну, как-нибудь вот так. Еще один зарендерили. Поставили там, например, спиной. Вот так. И все. У вас уже идет рендер вашего объекта с трех разных ракурсов. Очень прикольно. Очень красиво. Просто как совет. Так. Возвращаем обратно. Так. Возвращаем наше качество. Так. Давайте даже 28. 28. По краям все отмасштабировали. Кстати, еще одна классная. Можно добавить shadow catcher. Это такой как бы невидимый пол. Ладно, здесь он просто виден. Невидимый пол, который просто вам дает место, куда падает тень от источника. Тоже иногда нужная штука. Все, все закончили настройки. Теперь мы просто заходим в вкладочку render и нажимаем all images. Убираем put. Отдавается на рабочий стол. Пошел render. Ну, конечно, он не быстрый. И рендерить видео, я вам скажу, тоже не самое быстрое, что есть в этом мире. Так, ждем, ждем, ждем. Что мы получаем? Ничего. Интересно, почему. А, это он с одной камерой тренды. Сейчас со второй, да. Так, вопросов не появилось. А мы, по сути, уже заканчиваем, поэтому вы можете уже задавать все-все-все вопросы, которые у вас есть. Так, смотрим на наш рендер. Вот и все. Наш прекрасный рендер готов. Все вроде бы четко, красивенько. На скорую руку даже очень неплохо. Ну, опять же, тут рендер, как бы, в целом, это двоякая вещь. Если у вас моделька и текстура так себе, то рендером никаким вы не вытянете эту модельку. Но, опять же, если у вас есть классная моделька и классные текстуры, то вы можете спокойно испортить это все просто какими-то не теми настройками рендера. Выставить как-то что-то не так, и у вас уже это будет не так красиво, как оно есть на самом деле. Вот. Поэтому это тоже очень все надо очень, ну, так прям аккуратно, аккуратно, щепотильно делать. Если вы хотите реально классный результат. Вот. По этому у нас, наверное, все. Если есть вопросики, задавайте. Задавайте. Я буду потихо приходить к программе курса, к программе, ну, к команде. Расскажу вам про вообще, что у нас на курсе будет, что к чему. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Так. А размытую тень можно сделать, которая через ShadowCaster? Ну, так. Как же выражать текстуру и кидать их на модель? Так, так, так. Понял, понял. Ну, вы пока, ну, если еще вопросы есть, вы пишите, пишите. Я сейчас буду отвечать. Так, по поводу размытой тени. Я точно не уверен, но вроде бы, да, можно делать размытую. Или нет. Я не помню. Ну, как минимум интенсивность можно настраивать. И вроде бы тень можно настраивать здесь у нас, в вкладке рендера, в вкладке Shadows. Я не помню. Так, ой, не думаю, что я не кричу. Так. Не понял, почему это не хочет работать. Значит, скорее всего, нет. Нельзя. Да. Я просто как-то особо не использовал тень для этого. Для ShadowCatcher. Поэтому, да. Тут, по сути, только можно ее интенсивность уменьшить. Размыть тень можно в фотошопе. Просто подсмузить ее. И все. Вот. Как-то так. Дальше, дальше, дальше. Я говорю, да. Как загружать текстуры и кидать их на модель. Да. Давайте еще раз покажу. В самом начале, да, я это показывал. Чтобы загрузить модель, нажимаем File, Import Model. Вот здесь вот выбираем вашу модельку. Кстати, что это за моделька? А, вот вспомнил, что это за моделька. Ну, и вот, добавляются ваши модели. Здесь они есть. И вместе с ними у вас добавляются сюда материалы. Все эти материалы... Так. Вот, что это материал. Ладно. Вот. Чтобы добавить текстуры на этот материал, который у вас создался к вашему объекту, вот здесь вот есть квадратики. Это слоты для ваших текстур. То есть для карты цвета, нормалий, рафносов, личности и так далее. Просто нажимаем сюда, выбираем текстуру. Все. У вас автоматически сразу этот материал лежит на том объекте, на который вы заранее выбирали. и текстура накладывается на этот материал, а материал на объекте. Вот. И что касается этого. Спасибо за урок. Было полезно. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Приятно это слышать. Да. Давайте еще можете писать вопросы. Я пока кратенько пройдусь по нашему курсу и потом еще порефлексируем с вами. Ну, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть. Все-все-все ваши мысли, все что угодно. Так. Собственно, курс. Курс-курс-курс. Так. Да. Наш курс. 3D-моделирование... Ага, язык заплетается. 3D-моделирование с нуля. Сразу же скажу, партнер курса – это Lesta Games. Lesta Games – это компания, которая подарила этому прекрасному миру World of Warships. Да. Корабли. Компания очень крупная, очень классная. Очень нам помогает, кстати. Курс начинается у нас 28 июля. Уже через неделю ровно. Длительность 4 месяца. Занятия по понедельникам, четвергам – 8 часов. В формате вебинаров. Ну, таких примерно, как сегодня у нас прошел. То есть здесь мы полностью изучаем все от самых-самых низов. То есть создание low-poly моделей, создание high-poly моделей, текстурирование, UV, рендер, минимальная работа с движками. То есть все-все-все. То есть полный пайплайн создания 3D-моделей от нуля до загрузки его движка, движок, точнее для игр. Тут про это я еще скажу. Из софтов мы изучаем Maya, ZBrush, Substance Painter. Это вот три основных софта, которые мы изучаем. Плюс идет Marmoset Toolback, 3ds Max и Blender. Это тоже, ну, как бы такое опциональное. Тут мы создаем, как я уже говорил, текстуры, процедурный хенд-пейнт, анимация, rig skin. То есть все-все-все. Ретопология, hard surface. Все, что вы себе можете только представить. Все это мы изучаем на курсе. По преподавателям. Ну, я, естественно, я руководитель этого курса. Дальше. Дарибаев Мурат. Очень-очень опытный преподаватель. Он еще с 2006 года, нет, точнее с 2008 года он уже работает в сфере 3D. Это получается уже 13, сколько, 14 лет стажа. Это ничего себе. И Дмитрий Гришков. Дмитрий очень классный тоже преподаватель. Он делает реально классные скульпты в ZBrush. Очень хороший знаток в целом ZBrush. Ну, и Дарибаев Мурат очень классные анимации дает. И скин, и ринг, и ригинг, создание контролов. Все-все-все. Ну, по моделям, которые вы будете создавать, то есть, ну, как бы много-много прикольного вы будете делать. Вот тут, кстати, орг, которого мы текстурировали. Ой, рендерили. По формату обучения. Ну, я уже сказал, два занятия по два академических часа. У вас будут домашние задания, которые вы выбираете себе сами по определенным темам просто. Ну, то есть, захотели вы там делать какой-нибудь меч, скалибур, не знаю, все, что угодно, сделали. Захотели там, не знаю, ружье какое-то сделать, сделали. Все у ваших, как бы, все делается для вас, чтобы вам было интереснее. И все в таком роде. Можно общаться. То есть, мы всегда отвечаем, помогаем со всем-всем-всем, отвечаем на все вопросы и так далее. Так, ну, про софт и говорил. По программе курса тоже я, как бы, в целом все сказал. Тут основа моделирования, скульптинг, текстуры, карт-сурфейс, анимация, рендер, движки игровые, ну и проект на работу. Тут вы можете, кстати, давайте я, наверное, дам вам ссылочку в чат. Здесь вот я вам дал ссылочку на курс. Ну, тут выпускной проект. Так, так, так. Вам потом еще помогают HR-специалисты подготовиться к собеседованиям, создать свой резюме. После обучения вы получаете сертификат о том, что вы прошли курс, и то, что вы уже обладаете навыками реально хорошего профессионального художника. Дальше. Стоимость обучения 89 тысяч, но, насколько я знаю, вроде как еще должны быть скидки, если вы там записываетесь. То есть, ну, это не окончательная цена. Вот. Ну, и здесь тоже можете оставить заявочку. Корпоративное обучение. Есть, но, я думаю, это вам вряд ли пригодится сейчас. Ну, и тут есть какие-то часто задаваемые вопросы. Вот. Это что касается нашего курса. Так, размытую тень можно с помощью настройки источника света сделать. Интересно. Давайте-ка посмотрим. Одну секунду. Давайте надели это. Глянем. Так. Например, у нас. Так. Источник света. Ну, вот этот. Да, вот наша тень. Так. Что-то я не уверен. Понятно, что можно отбрасывать тени у источника света. Я не уверен, что... Можно размытость добавлять. Тут можно только включить и выключить. Я не уверен, что, ну, как бы, можно добавить. Так, а в чем заключается защита проектной работы? Ну, проектная работа, вы просто полностью создаете готовую какую-то такую крупную работу. То есть, ну, какую-то 3D-модель, может, персонажа, там, я не знаю, что-то в hard surface, может, какой-то локации небольшой. То есть, ну, делаете рендер, делаете это все четко, красиво и просто это презентуете. То есть, там, видосики, рендеры, показываете сетку, текстуры, UV. То есть, все-все-все, что вы проделали, все это показывается и рассказывается в лучшем свете. Ну, по поводу креерной информации, вот, проводились исследования специалистами с отуса. 157 вакансий сейчас есть в Москве. Это только, вот, в Москве 157 вакансий по уровню медла. Вот медиана за средних зарплат, то есть, это без опыта в районе 70 тысяч России. От 1 до 3 лет стажа 110. Ну, то есть, это все, естественно, ориентировочно. Где-то, может быть, меньше, где-то больше. Ну, то есть, везде как попадется. Вот вакансии из разных источников. То есть, опять же, тут все-все-все навыки требуются, которые мы разбираем на курсе. То есть, прям вообще все-все-все. Если вы хотите это, естественно, знать, изучить, приходите. Научим, и все будет классно. Если вам интересно, кстати говоря, могу вам показать последнюю работу, еще не конечную, одного из студентов, который вот-вот уже заканчивает. Так, не то, не то. Вот, посмотрите. То есть, вот человек полностью с нуля дошел до вот такого вот уровня. Это реально круто. Это вот все благодаря курсу. Это такая небольшая хорошая реклама того, как люди развиваются. Так, так, так. Что еще? Ну, в целом, все. Сегодня наше занятие с вами закончено. То есть, по целям у нас с вами было настраивать сцену. Это мы с вами разобрали. Импортировать текстуры и модели. Тоже это посмотрели. Ну, и как делать, собственно, сам рендер. Небольшие вопросики вам для проверки, чтобы вы хоть что-то как-то запомнили. Я надеюсь, что в целом занятие было полезное вам. Ответьте на вот эти три вопроса. Что необходимо настроить первым делом? Я про это говорил. Можете написать. Какой параметр камеры нужно настраивать для свечения, добавления. И как сделать рендер с прозрачной формой. Можете ответить на эти три вопросика. Просто для закрепления и для проверки себя. Подожду буквально пару минут. Если кто-то остался вообще. Может быть, все уже ушли. Я даже не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... окно если вы пишете ответы на вопросы пишите еще расскажу что курс начинается 28 числа время осталось буквально неделя поэтому буду ждать вас там всему научимся расскажем сразу вам скину вопросик если не тяжело пройдите пожалуйста опрос это небольшой вопрос буквально займет две минуты по сегодняшнему занять и можете написать как вам вообще занятия понравилось ли вам пошли ли вы ответы на вопросы которые искали было ли вам интересно прикольно то есть все 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 ваши мысли можете написать был бы очень неплохо ответа серега железка так на первый вопрос что необходимо строить первым делом skylight так а второй какой параметр нужно строить для свечения камера поставить bloom так и как сделать это с прочным фоном render output image transparency великолепно все отлично все три ответа правильно прекрасно поздравляю так ну собственно все я думаю не буду вас больше задерживать поэтому всем спасибо еще раз огромное за сегодняшнее занятие что вы задавали вопросы были активными это очень приятно еще раз скажу что можете писать какие-то вопросы если есть можете написать как вообще занятия понравилось не понравилось и все ли было круто вот те у кого вопросов нету и кто не хочет ничего написать то хорошего вечера всем пока занимайтесь 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 и добивайтесь реально классных успехов спасибо пожалуйста пожалуйста еще минут 10 я здесь буду поэтому задавать вопросы если есть если нет что там так и и и и и и и и Спасибо. 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 Угу. Можно увеличивать параметр диаметра в свойствах источника света. Угу. Интересно. Надо будет попробовать. Да. Спасибо. Не, как-то просто особо не использовал тень, поэтому я в этом, так сказать, не особо разбираюсь, да. Спасибо. 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 Ну, я думаю, в целом, нужно закругляться, поэтому, раз вопросов все-таки нету, еще раз всем, кто здесь остался, всем спасибо. Всем хорошего вечера. Всем пока. Спасибо.